Смерть посетила дом вдовы. И, видимо, не первый раз. Раз вдова, значит, уже лишилась мужа. Встреча со Христом воскрешает сына. Во всех Евангелиях мы не находим ни одного места, где бы Христос присутствовал при смерти людей. Христос о себе сказал, я этим путь и истина, и жизнь. Христос встречается с князем смерти, с дьяволом. Дьявол отступает и отпускает из рук своих жертву. Все люди, которые умирают, это плод непослушания Адама. Дьявол берет свое. Он имеет державу смерти. Вот самая главная держава. Рушатся все державы, но эта держава не рушится, а все крепнет и крепнет. Но будет момент, когда на облаках явится спаситель мира, и земля извергнет мертвецов своих. И держава смерти будет порушена, и смерть и ад будут брошены в озеро огненное. И здесь говорится в 12 стихе, что много народа шло с нею из города. Почему? Сочувствие. Смерть всегда есть печаль. Было так и есть во всех народах. Обычаи разные. У русских три дня стараются не хоронить на третий день. У мусульман похоронить обязательно нужно в тот день, когда человек умрет. Даже президента убили в этот же день. Некоторые не успели прилететь только позже. В этот же день. Как же у христиан это было? В деяниях апостолов, 5 глава, 10 стих, мы находим ответ. Когда она не согрешил, утаил, солгал, и по обличении, что оказалось, обманул-то не просто дядю Петю, а Духа Святого, он пал мертвым. Жена ничего не знала. Приходит через три часа. Мужа уже похоронили. Это уже христианский обычай. Три часа. В данном случае мусульмане ближе к истине, чем мы. Мы приближаемся уже к египетскому образу похороны. Там на 70-й день. Пока она бальзамирует, пока человек пропитается смолистыми веществами. Нужно знать историю. Тут ничего не помешает нам. Может ли человека умершего что-то осквернить? Согласно жития святого Маркелина Папы, который отрекся, а потом вернулся и дал заповедь. Тело мое выброси собакам. Так и случилось. И тело валялось. Пока не явился ангел, уже прошло месяц. И говорит, почему не хороните? Да он заклял. Кто прикоснулся ко мне, будет проклят и в ад пойдет. Он сказал по смирению. Возьмите и похороните его. Святые не хотели поклонения телу своему. Ни один. Поэтому тело Моисеева спрятал не кто-то. Архангел Михаил посланный с неба. Дьявол хотел обнаружить его. Может быть поклонение в дальнейшем. Сейчас бы там монастырь был. И спор шел. Мы бы не знали, если бы не апостол Иуда. И он, говорит, испорил Архангел Михаил о Моисеевом теле. О чем мы не знаем. Но вариантов всего два или три. Один вариант. То, что он не достоин такого ангельского погребения, потому что убил человека-египтянина. Это убийца. Другое. Чтобы они поклонялись ему. Они очень чтут его Иудея. Они постоянно ссылались. Есть у нас Моисей. А Господь сказал, Моисей-то вас и судить будет. Он и предсказал о моем пришествии. Среди вас восстанет пророк. От меня слушайте. Вы меня слушайте. Так вот слушайте. После меня восстанет вот этот человек. Его также слушайте. У мусульман обычай взятый от евреев. Эта религия имеет в себе разные религии. И от христианства что-то взяли, от мусульман. Сохранилось кое-что от язычества. Но относительно обрезания чистой и нечистой пищи они взяли от иудеев. Свинья нечистые животные. Прикосновение к ней оскверняет человека. Книга нельзя есть. Об этом считаем 2 Маковейская 7 глава, когда 7 сыновей одного за другим казнят страшными казнями. И ни один в рот не взял. Мусульмане, приняв это, стараются сохранить себя. И каждый мусульманин каждый день должен 7 раз молиться и просить Бога, чтобы он спас его. Там тоже свои есть вожди, мулы, мамы, то есть наши епископы. Когда была война с Ираном и Ираком, то иранским юношам всем давали пластмассовые бирки, пропуск в рай. Убивали их тысячами, и у каждого был пропуск в рай. Они на полном серьезе в это верили. Было болото непроходимое, решили штурмовать через болото. Все болото было усыпано сплошным ковром мертвых тел. И у каждого нашли эту бирку, пропуск в рай. В раю ли они оказались? Каждый год они ходят на поклонениях, хадж называется. И наступает момент, когда они камнями начинают побивать дьявола. Дьявола невидимого, а бьют видимыми камнями. Погибло 700 человек. То мост обрушился, то задавили больше тысячи. Каждый год, ни полиция, никто не может все. Кому эта жертва идет? И вот когда молодых людей уговаривают, чтобы быть террористами, быть смертниками, им каждому обещается рай, пропуск в рай. Потому что вы умрете, герои, за свою веру. Ничего не могли сделать. Молодежь толком не идет, потому что платят хорошие деньги. И один дал совет, чего они больше всего боятся? Боятся оскверниться перед смертью. Да очень просто, говорит. Как только террорист будет убит, а родственники любыми путями за большие деньги стараются выкупить его. Это у них такой обычай. Даже во время войны убьют одного, они всей толпой догончат, их немец долбит, еще 20 человек там положит. Любят покойников. Каждого покойника заворачивают в свиную шкуру. Зашивать его и родственникам отдавать. И это так повлияло, что добровольцы все исчезают. Я что, в ад пойду платят? Да не в ад пойдешь, да со свиньей меня придут. И все кончилось, террористическое движение закончилось. Ничем, совсем. И я думаю, решение Государственной Думы здесь было принято тоже по совету. Не отдавать тела погибших террористов, а ты сегодня закон вступил в силу. Это тоже как-то связано с тем, о чем я говорю. Есть страны, как Индонезия. Ее называют страна без единого кладбища. Ни одного кладбища в стране нет. Умрет человек, специальная площадка, его выставляют на крышу раздетую, недалеко разжигают сырую солому, чтобы дым поднимался. Слетается птиц и гриф и его съедают. Остатки костей сжигают и на поле удобрения. Ни одной могилы, ни одного кладбища нет во всей стране. Православная церковь запрещает кремацию. Если и без нашего ведома сожгут там как 40 святых мучеников, это дело другое. Но никто не давая завещания, чтобы меня сожгли, кремировали и там пепел куда-то вмуровывали. Написано, много народа шло из города. Почему? Сочувствовали. О теле своем христианин тоже должен озаботиться. Я сказал, меня похоронить только в сапогах, потому что сейчас трудно в городе даже найти кого в сапогах. Я прошел все. И прошу не нарушать это. Я уже неоднократно это повторяю. И похоронить потеряете рядом с мамой. В моей рабочей робе ничего не придумывать. Вот как оно было. Это заповедовал похоронить в сапогах святой Евдоким. И когда открыли гробницу мать, матери там видимо не было, и увидели, как так и лежит. О смерти своей заботился Авраам, 23 глава 8 стих. Когда умерла цара, и он пещеру выторговал, чтобы похоронить мою умершую и скрыть от глаз моих. Так он выразился. Задача какая? Скрыть. Поэтому против обычая всех народов в Москве стоит скверно, когда люди приходят смотреть на труп. Никогда не было. Если были мощи, то христиане уже все там натянули. Но они были всегда закрыты пологом. Ну просто знают, вот даже поклоняются, когда все закрыто. Бытие 47, 27. Когда умирал Израиль, это имя Якова, то он клятвенно наказывал, не хороните меня в Египте. Не хороните. Наш отец этого не заказывал, умер во фронте. Я держу все время в мыслях, как его перетащить сюда. Очень трудно и почти невозможно. И сестры говорят, он не заповедовал этого. Ну, видимо придется от этой мысли уже отступить. И так хотелось, чтобы были все вместе. Человеку-то, христианину, разницы нет. Как его похоронят, где он будет. Душа ушла к Богу, а это глина горшечная. Иисус Новин, 24 глава, 32 стих, говорит, что кости Иосифа вынесли из Египта. Сорок лет они блуждали по жаркой пустыне, и труп его носили все время с собой. У разных народов разное отношение к смерти. Но нигде нет пренебрежительного отношения к телу. Нигде. Я вспоминаю астраханского архиепископа. Он писал Горбачеву письмо относительно того, чтобы отдали ближние дальние пещеры около Киева, где монахи подвязались. Это наши святыни. И напомнил случай, который был с сарматами, дикое племя, на которое наступали римские войска, и они никак не могли с ними встретиться. Они скрываются в горах. И они их назвали трусами. А трус в глазах даже женщины, он не занимает большой статус. Войнство у них было храброе, а в битву не вступают. Почему? И они ответили. Домов у нас нет, мы шатры сняли, взяли с собой. Вы жены, при нас, дети, и наши. Зачем мы будем жизни полагать, длительные, обязательно кто-то убьет. Но вы троньте наши святыни. И ваши шеи узнают о сырье наших мечей. Римляне готовы драться. Какие ваши святыни? Могилы наших предков. Мы не могли их взять с собой. Попробуйте, раскопайте одну могилу, как сейчас раскапают и хулиганят. Вы завтра же узнаете остроту наших мечей. И если язычники, говорит, так заботились о своих предках, почему мы не должны заботиться? Отдайте. И Горбачев подписал отдали. Эти хорошие, сильные доводы действуют даже на людей неверующих. В книге Судей 16.31 повествуется, когда Самсон сдвинул столпы и рухнуло капище догона. Три тысячи человек были похоронены. Где его? Как там найти под этими глыбами? Но родственники, написано, пришли, вытащили его, нашли и похоронили. Вот посмотрите, когда умирает какой-то преступный авторитет. Со всего Союза буквально они слетаются. Ну, пишут всегда в печати. Даже здесь, вот несчастье с губернатором, президент прилетел. Когда умирали правители в Советском Союзе, со всего мира, как правило, свяжались первые лица государств. Почему? Ведь ответ-то какой-то может быть. И это не ново. Когда умерла Божья Матерь, все апостолы на облаках, как говорят, были собраны, чтобы похоронить. Тут понятно, что у гроба ведут по разному. Вот здесь большая разница. Если эти скорбят, печалятся, то у христиан, наоборот, торжество. Мы отмечаем память святых, это день памяти, день смерти, не день рождения. День рождения только у Иоанна Крестителя отмечается. Ну, может, и никого мы не знаем. Петров день, это Петр и Павел были высечены. Поэтому, как Соломон говорил, день смерти лучше дня рождения. На этой мысли надо остановиться. Павел говорит, желая разрешить тебе быть со Христом, это несравненно лучше, чем толочься на этой земле. И когда христиане горько плачут, убивают этого родимого, на кого ты меня спокинул, Затаус говорит, это самое лучшее свидетельство для язычника, что мы никакие. Вы же знаете, что душа идет к небу, ну еще ты пищалишься. Ну, ясно, неязычи мои болезни, много страдал. А ты порадуйся, болезни кончились. Отмучилась, и она теперь с Господом. Значит, веры-то никакой и нет. Хотя христиане, первое, и плакали. Об этом мы считаем в Деяниях Апостолов, 8 глава, 2 стих, что Стефана погребли мужи благоговейные и сделали плач великий по нем. Причина одна, Иоанн Затаус говорит, те, которые хоронили, а они еще все были иудеи, и обычаи, предания, все свое сохранили. Нанимали специально искусных плакальщиц. Пророк говорит, найми. Люди за деньги, специальные курсы проходили, как плакать, какие слова говорить. Да ты жил, да я у тебя как у Христа за пазухой была, да нужды никакой не знала, да ты все мне солил, приносил, а я теперь что без тебя, да куда. Никогда не идите этим путем. Это позорит имя христианина. Ты должен засвидетельствовать, да действительно человек этот любил Бога и он пошел. Никакого поклонения, целования, прощания, что в канонах сказано. Антоний Великий перед смертью ходил, блуждал по пустыне, куда спрятаться от учеников. Это же было с Иларионом. Люди за специальное заклинание даже говорили, хоть у христиан не положено, чтобы даже одной волосинки не трогали от меня, не то что там резать по частям и ходить с этими каштежцами. Даже язычники этого не делали. Семен в целом говорит, даже волосинки не трожьте, а патриарх на память одну волосинку трогал, рука сразу отсохла. Вот что мы находим из того, что произошло воскресение юноши. Меня заинтересовало, шло множество народов. Что это означает? Что похороны, собирают людей и говорят, там у них сегодня похороны, вот там нужно идти проповедовать. Я неоднократно ходил на эти места, проповедовал, люди слушали, но результата никакого. Чуть позже или раньше, это лучше. Люди озабочены в этот момент, как поскорее похоронить, замыть, выветрить комнату, отобедать и пойти. Вот главная забота-то у людей. Потому что они в тот день хоронят, а евангелист Иоанн пишет, 11 глав 3 стих, 31 стих, что когда умер Лазарь, то они увидели, что Мария вышла и пошли за нею, полагая, что она пошла плакать на гроб. Женщина пошла и все за ней мужчины потянули. Зачем? Мужчины плакали. Посочувствовать. Поэтому, участвуя в каких-то похоронах, мы как бы сами себе приготовляем, ну а у нас будут то или нет. Видите, на улицах какое шествие. Идут степенно, тихо. Вас, говорит, только за смертью посылать, когда человек тихо. А у мусульман наоборот. У меня брат хоронил, поставили, говорит, они завернули в кашму, положили. Ну я думаю, как на узких похоронах. Они говорят, давай быстрее, я сел один. Я, говорит, включаю скорость. Я говорю, айте, они все бегут. Я, говорит, выгнал, они все толпой бегут за мной. Давай, говорит, еще на гору ехать тяжело, и никто не остается. Только бегом, только в этот день, только скорее спрятать. В этом тоже что-то есть, если так подумать. Просто сегодня я уже не хочу об этом говорить. Мария, Иоанн, 20 глава первости, говорит, стояла у гроба и плакала. То есть это не запрещается. Слово, я посмотрел, что нам говорит Библия по этим словам. Слово «хоронить» в Библии встречается 89 раз. Как хоронить? Какой обычай? Как нам озаботиться о своих похоронах? Слово «плач» 196 раз. Плакать еще 141. До слова «гроб» 136 раз. То есть это места прочитай, и будешь знать, что тебе требуется для правильных похорон. Итак, блаженство, которое Господь дает, оно может быть отпечатлено и на памятнике, так называемой эпитафии. Эпитафия – это надгробная надпись. Написано так. «Отныне блаженны умирающие в Господе». Вот где блаженство. Много будет народа на похоронах. Мало, никакого значения нет. Только одно – умираешь ли ты в Господе. Когда человеки говорят, вот хоронят его на казенный счет, даже денег нет собрали, зарыли как собаку, Иоанн Затауса протестовывает такое решение. Нет, говорит, незримые ангелы приняли душу, Лазаря унесли на Лона Аврамова. А вот богача хоронили принародно. Какие панигирики писали. В Алтайской правде на последней странице напечатают, кто умер-то. А похоронили, говорит, хуже собаки. Да как же, его же епископ отпевал. Было такое, в житии Симеона Еродиевого. Идут епископы, священники кадилами машут, хористы поют. А он видит, идет сатана и сон демонов. И они сыпят пепел на него, и зловонные в туалетах водой брызжут на него. Страшное стоит, никто не видит. Священники поют, рты разевают, одеты в ризах, наверное, на них что-то попадало. Со святыми упокоят. Да будьте вы прокляты, он говорит, человека, достойного казни, любой. А вы говорите, со святыми упокоят. Это ему открыто. Поэтому что, что много хоронят, повторяю, и знатных людей, это не говорит о том, что открыты двери Царства Небесного. Это знали язычники. Они видели, как христиане любят мощи своих, выкупают за большие деньги, за очень большие. Иногда продавали только голову по весу золота. Наберите столько золота, сколько весит голова. И христиане заботились об этом, чтобы была достойная смерть. И если человек умирал за Христа, он сразу шел в рай. И случилось, как вот сейчас у террористов дают им пластмассовые пропуски в рай. И у христиан почти та же была мысль. Любыми путями умереть, некоторые сами напрашивались, не выдерживали и отступали. Как бы гонимые какой-то силой. И церковь вынес на решение добровольно не отдавать себя в руки. А уж если возьмут, выдержит. Диви наш Господь, который через малое слово свое, которое считалось сегодня, показывает, что когда человек умирает в Господе, то незримо присутствуют ангелы. Берут и относят душу на луну Авраамова. Когда умирает человек, присутствуют демоны. Как говорится в одном рассказе из Духовного Луга, умер прокурор в городе. А может и судья краевой. И такие ему похороны. А монах ходил в это время в город и видел это все и говорит, да я слышал, люди-то говорят, это был злодей. Судебные решения неправильные были. Он вдову обирал. А какие похороны ему пышные. Вот такие-то похороны нашему бы настоятелю. Все оставил. День и ночь о нас заботятся. Приходят и говорят, настоятель, пошел дрова собирать, зверь напал и его съел. Несколько косточек нашли. Вот это справедливо. Да как же так? Вот это вот тому прокурору надо было. А такие похороны нашего бы настоятеля-то. И Господь ему открыл, что у того злодея было одно доброе дело однажды. Вдова ему надоело. И он говорит, защищу ее. И вот до этого даются похороны, чтобы там у него ничего уже не осталось. А у этого настоятеля монастыря было одно дело. Однажды он во гневе рассердился непослушного искушающего инока и ударил. И Господь дал ему такие похороны. И душу сразу взяли ангелы. Поэтому по похоронам никак нельзя судить, какой был человек и где он будет. И где мы будем. Похороны себе мы сегодня готовим. Если хочешь быть в обителях небесных, отправь все на небо. Я снова подбиваюсь под ваши квартиры. У кого они останутся безбожникам, неверующим, а заботитесь, вы страшно будете потом жалеть. Если вы оставитесь здесь кому-то верующим, это ваш молитвенный дом будет. За вас и потомки будут молиться. Перешагните вот эти традиции предания кому-то своим родственникам. У меня дом, который сгорел и был, получилось так, что записаны родственники, чтобы не совровали. Я любыми путями взял с ней слово. Никто не претендует. Найдите ревностных верующих. У кого нет детей, я повторяю. И у кого дома ваши, останутся квартиры кому-то. Эти обители станут вам обителями небесными на небе. Аминь. Аминь.